Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня» в студии Ирины Чекунова. А в гостях у меня Роман Прохоров, заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской области. Роман Владимирович, здравствуйте! Добрый день! А в марте, 9 марта 2024 года, ваша служба исправляет юбилей, да? 20 лет со дня основания. Да, точно так. Служба была образована 9 марта 2024 года. В результате реорганизации несколько раз ведомств, которые предшествовали созданию службы именно в том формате, в котором она является подразделением правительства Российской Федерации. Всего же антимонопольные органы в России работают достаточно давно, с 14 июля 1990 года. Это 90-й год, это, можно сказать, дата основания, да? Самое первое? Начало действия антимонопольных органов в России. Ага. А вообще, в чем необходимость была создания этой службы? Антимонопольная служба? Ведь были же другие какие-то подразделения, которые как-то контролировали развитие экономики и правовые взаимоотношения. Конечно, те наши зрители, которые постарше, они помнят такую страну, как Союз Советских Социалистических Республик, в которой вся экономическая деятельность была поставлена на рельсы планирования. И развитием этой деятельности занимались специально выделенные министерства. Как таковой конкуренции в Советском Союзе не было. Плановая экономика, да? Конечно, все было запланировано, кто сколько произведет, кто сколько потратит, кто сколько приобретет. В связи с таким устройством экономической деятельности в стране конкуренция не подразумевалась, поэтому какое-то ее регулирование, либо защита, тем более, не подразумевались. В результате экономических преобразований, которые произошли в ходе перестройки, провозглашенной первым президентом и единственным президентом Советского Союза, Горбачевым Михаилом Сергеевичем, стала развиваться новая экономическая политика в том формате, в котором это было предусмотрено перестройкой. И с 1985 года. И несколько вех в этой ситуации было, как то, такие значимые вещи, как индивидуальная трудовая деятельность стала разрешаться, а не преследоваться по закону. Да, я помню, появление первых индивидуальных предпринимателей. Да, индивидуальных предпринимателей. Нужно заметить, что индивидуальная трудовая деятельность раньше, я, насколько помню, приравнивалась к спекулянтству, и таким образом была, по-моему, даже преследовалась по закону, по уголовному закону. И особо для нее тенденции к развитию не было. Но вот с началом развития перестройки, вот этих всех новых веяний в экономике, по-моему, в 1986 году, в ноябре, вышел закон об индивидуальной трудовой деятельности, который ее узаконил, ей стало можно заниматься. В дальнейшем появилось у нас понятие частной собственности. Да, это воспринимать было разумом невозможно, потому что нас воспитывали совершенно другим, и вдруг появляются такие понятия, которые больше характерны для капитализма. Да, потому что тогда, на сегодняшний взгляд, это выглядит достаточно положительным. В любом случае это было достаточно положительным, а тогда было необычно, когда ты мог стать частным собственником земли, строения в том или ином виде. Все эти области в Советском Союзе были более-менее затруднены как частные собственники. Ты везде мог быть нанимателем жилого помещения, ты всегда знал, что ты получишь определенную зарплату, ты знал, что будет в магазине определенный набор продуктов. А с развитием предпринимательства мы увидели, что может быть изобилие, что может быть ассортимент товаров. Наверное, ярким тогда впечатлением этих вот в конце уже, наверное, перестройки, 90-92 года, когда вот эти ларьки предлагали несметный ассортимент, можно тогда сказать. Тогда, по крайней мере, так и казалось, всяческих конфет, печеней, соков, других продуктов. Да, и само появление этих ларьков я великолепно помню, когда они вот как грибы после дождя вдруг стали появляться. Все это в контексте нашей беседы сводится к тому, что в стране появился свободный рынок. То есть предприниматели стали изыскивать возможности торговать так, как им нравится, так, как им свободно. Не зря же мы стали говорить о том, что вспомнили ларьки. Не нужно стало выбивать себе место в государственном каком-то магазине. Там можно спокойно организовать, поставить ларек, работать. Появилась конкуренция между предпринимателями. Какие она формы принимала в 90-е годы, мы уже... И, наверное, заканчивалась стрельбой. Да, вот. Но, тем не менее, она была. Поэтому возник вопрос, что эту конкуренцию нужно защищать. Защита конкуренции как от недобросовестных конкурентов, так от неправомерных действий чиновников. Все это в истории страны так или иначе в разных регионах возникало. То есть какие-то определенные моменты злоупотреблений при проведении конкурсов, тендеров, это мы помним. Какие-то недобросовестные действия со стороны конкурентов, вплоть до ограничащих с уголовно наказуемыми деяниями. Это мы очень широко помним. Наверное, в Твери достаточно было факт. Достаточно было. Я сама уже работала, выезжала очень часто на последствия этих разборок. И поэтому из этих причин возникла необходимость в создании ведомства. Поэтому 14 июля 1990 года был образован Государственный комитет Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. В дальнейшем эта структура несколько раз видоизменялась. В 1992 году и в 1997 году, а впоследствии в 2004 году появилась Федеральная антимонопольная служба в том виде, в котором она существует до настоящего времени. Естественно, были некоторые изменения в наделении полномочий. То есть служба занималась соблюдением разного законодательства. Очень много законов, исполнения которых мы контролируем. И вот этот пул законов, он немножко всегда чуть менялся. То есть полномочия. А скажите, вот вы говорили, что как бы своими полномочиями были наделены и индивидуальные предприниматели. А порядок цен они тоже иной раз назначали с потолка? Как-то это регулировалось? Мы с вами неоднократно затрагивали эту тему в разговорах кулуарных до того, как садились за стол с интервью. Все происходит каким образом? Свобода конкуренции, свобода предпринимательства предполагает то, что хозяйствующий субъект подконтролен государству только в определенных моментах, которые оно установило в законе. Закон четко отграничивает те случаи, когда государство может регулировать цену. В нашем случае 135, в случае, который относится к ведению антимонопольного органа, это те критерии, которые установлены 135 федеральным законом в большей части. У нас есть понятие монопольно-высокой и монопольно-низкой цены, которые говорят о том, что цена должна образовываться из экономически обоснованных факторов. Она не должна отдавать хозяйствующему субъекту на рынке такие преимущества в результате применения монопольно-высокой цены вынудить от потребителей забрать как можно денег, а в результате монопольно-низкой цены как можно сильнее убрать с рынка конкурентов, которые не смогут поддержать такого ценового деньги. Ну, как на том же самом базаре. Да. Одно из ключевых слов определения это монопольная цена, потому что для того, чтобы припринять к хозяйствующему субъекту меры, предусмотренные 135 федеральным законом, мы должны установить его доминирующее положение, критерии которого описаны в законе. То есть несколько сдерживающих факторов, которые не позволяют устанавливать такое нарушение на рынке. Почему предприняты вот такие меры? Во-первых, это усиливает контроль в отношении тех субъектов, которые на рынке уже действуют достаточно уверенно. Это монополисты. Согласитесь, было бы, наверное, не очень правильно, если взять каждого мелкого предпринимателя, каждого мелкого ларешника и начинать его контролировать. Даже президент, председатель правительства часто говорят о том, что нужно ограничивать нагрузку на бизнес. Поэтому закон по критерию выручки таких хозяйствующих субъектов выводит из-под действия, как не обладающих доминирующим положением. Только достаточно крупные, с оборотом более 800 миллионов в год, такие субъекты могут подпасть под это регулирование. Вместе с тем, нормативными актами субъектов возможно регулирование цен каких-то определенных товаров, работ, услуг по решению правительства региона. Но, как правило, регионы таким правом пользуются очень редко. Почему? Потому что, смотрите, экономика, она всегда взаимосвязана. То есть, можно по факту однократного повышения цены выражать свое мнение недовольство, но нужно понимать, что у хозяйствующего субъекта для этого были основания. Но редко бывает таким образом, что хозяйствующий субъект, видя, что попадает он под наше влияние, он будет рисковать, чтобы впоследствии нарваться на штрафы, которые за такие нарушения антимонопольного законодательства, злоупотребления доминирующим положением будут составлять определенный оборот от его годового дохода, предшествующего коду совершения. То есть, он уже эти деньги, как правило, получил, он все равно ими ответит. Те субъекты, которые четко понимают, что они занимают доминирующее положение на рынке, вряд ли будут злоупотреблять в этой части восстановлением цены. Я вас сейчас природу ненадолго, потому что нужно уйти на не вашу рекламу, а потом продолжим. Уважаемые друзья, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Тема дня в эфире. Сегодня наша программа посвящена Федеральной антимонопольной службе. В марте 2024 года служба празднует свой 20-летний юбилей. Сегодня у меня в гостях Роман Прохоров, заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской области. Роман Владимирович, продолжим по цене, буквально несколько, по цену образования, потому что многих, наверное, интересует этот вопрос. Да, это общее направление мнения по вопросу ценообразования. Юристы меня поймут о том, что благопристойность, благопорядочность действий хозяйствующего субъекта в соответствии с действующим законодательством, она всегда предполагается в первую очередь, если не доказано иного. Поэтому, голословно предполагать, что хозяйствующий субъект каким-то образом нарушает законодательство или действует во вред, но это противоречит даже закону, взять эту же статью 10-ю Романского кодекса Российской Федерации. Вот, сам же закон рынка говорит о том, что любое повышение цены, оно предполагает под собой снижение спроса. Насколько я понимаю, самым главным у предпринимателя, занятого в торговле, ну или одним из главнейших факторов, является его оборот. Оборот напрямую зависит от того, сколько покупателей перейдет и купит, и продает. Лучше сбыть этот товар, чтобы потом приобрести. Факт ведь состоит в том, что там мерило скорее не товар успешности предприятия, а оборачиваемый с денежных средств, которые вложены в бизнес. Поэтому, если даже с этой точки зрения подумать, то предприниматель вряд ли будет назначать цену, которая приведет к тому, что у него уменьшится количество покупателей. Оценивая рынок, оценивая состояние конкурентов, оценивая состояние товара, который на этом рынке. Поверьте, предприниматели за этим четко смотрят, и поэтому они всегда смотрят, насколько можно установить правильную цену. Правильную? Я не говорю, что справедливую. Я говорю, что правильно с точки зрения хозяйствующего субъекта. А подсказать ему, насколько она соответствует реалиям экономики, в случае, если жалоба на его действия поступила. Вот антимонопольная служба таким делом и занимается. Насколько часто за эти 20 лет существования службы менялись приоритеты? Когда-то, в какой период времени расставлялись разные акценты? Смотрите, было несколько изменений, из которых наиболее значимы они так называемые антимонопольными пакетами. В основном связаны с внесением изменений в закон о защите конкуренции и наделением полномочий Федеральной антимонопольной службы. Одним из вопросов, которые были значимы, это 2015 год, там два вопроса, которые пришли в ведение антимонопольной службы. Это тарифное регулирование. Это то, что касается непосредственно каждого жителя нашей страны. Это касается вопросов, связанных с регулированием цен в электроэнергетике, в газовой отрасли, в сфере транспортировки нефти, нефтепродуктов, железнодорожный транспорт, морской транспорт, морские порты, речные порты. Вот это все. Но тогда пришли тарифы в сфере электроэнергетики. Причем тогда ФАС наделили правом проверять действия местных региональных органов тарифного регулирования, те, которые утверждают тарифы для непосредственного населения. То есть могут быть рассмотрены споры, могут быть рассмотрены вопросы правильно или неправильно применять законодательство при установлении тарифов в тарифные органы субъектов федеральных. Еще один вопрос, который в 2015 году пришел для контроля федеральной темно-напольной службы, это вопрос государственного оборонного заказа. Потом стали контролировать... Перебью, пока вы раздумываете, то, о чем мы говорили в прошлой программе, вопросы рекламы. Это тоже недавно появилось у вас? Вот вопросы рекламы в том части, именно к этому я сейчас немножко задумался, что это вот буквально последняя новелла, это вопросы маркировки рекламы. Вот это вот последняя, наверное, из того, что произошло в регулировании, в вопросах регулирования антимонопольной службы. А изменение законодательства в той или иной мере происходит постоянно. Допустим, один из наших видов контроля, это контроль в сфере закупок. Насколько я понимаю, он настолько динамичен, что если человек, работающий в нашей структуре, уволился и полгода уже не работает, по моему личному мнению, он уже ничего не понимает в этой сфере. То есть заново надо учить? Да, заново, получается, надо будет учиться. Скажите, пожалуйста, вот из этих 20 лет существования службы, Роман Владимирович, вы сколько лет в этой структуре трудитесь? В этой структуре 15 лет более. 15 лет, ну, фактически большую часть, да? Практически, ну, не с самого начала, но практически с самого начала. А до этого кем приходилось работать? То есть вы сочетали в себе, насколько мне известно, вы побывали и на той стороне, что так называемых баррикад, предпринимателем были, а потом перешли в службу, которая контролирует, да? Не столько предпринимателем, сколько, значит, юристом у хозяйствующего субъекта. Поэтому, да, мне известна жизнь, вот эта наша антимонопольная, как с одной стороны, со стороны контролера, так и со стороны лица, который мог бы воспользоваться помощью антимонопольной службы. Дело все в том, что средства массовой информации в то время, когда это все начиналось в формате федеральной антимонопольной службы не сильно освещали ее работу, насколько мне помнится. Поэтому о ее существовании я, например, по состоянию на 2009 год знал недостаточно много. И вы, естественно, не знали, что служба создана именно в качестве помощи, да, поддержки? Вот именно. А не какого-то тормозного элемента, скажем так. Да, к своему стыду я об этом знал мало, хотя по роду своей деятельности я должен был общаться, не должен был, а мог общаться с федеральной антимонопольной службой очень тесно. Потому что хозяйствующий субъект, которым я работаю, он занимался строительством. Туда входили вопросы подключения к той или иной инфраструктуре, к тому или иному ресурсу. И они на то время, эти вопросы выглядели примерно таким образом. Приходи ко мне, говорит сетевая организация, мы твой вопрос посмотрим. Не знаю, получишь ты, не получишь ресурс, но денег все равно занеси. Когда вы рассмотрите вопрос? Непонятно, но чтобы вопрос ускорился, нужно бы заплатить. Ну, схема очень узнаваемая, к сожалению. А в принципе уже законодательство, которое регулировало технологическое присоединение к тем или иным системам, оно уже начинало работать и работать хорошо. И вот когда я поступил на службу в антимонопольный орган, и когда я именно в этом направлении стал работать, когда я увидел реакцию предпринимателей того же региона, в котором я работал в хозяйствующем субъекте, у них было в глазах удивление, что можно было сделать это достаточно просто и эффективно. Не обращаясь в суд, не обращаясь, значит, еще куда-то в прокуратуре, еще написать жалобу в антимонопольный орган в течение какого-то времени определенного в законе месяца, может быть, двух вопрос в принципе решался, когда сетевая организация видела, какие санкции антимонопольный орган и как он это делает. Во всех территориальных органах, в которых я работал, в основном позиция состоит в том, что если нарушитель попался, то спрос у него будет всегда 100%. А вы каким образом вообще, скажем так, вас занесло в эту службу? Вы узнали, стало интересно как-то или как вы попали в федеральную антимонопольную службу? Наверное, больше так скажем, что государственная служба на 2009 год по сравнению с работой у хозяйствующего субъекта уже сильно отличалась. Прошли годы, когда были кризисы зарплаты, когда были кризисы соблюдения законов, отпуск и вот это все прочее. А к 2009 году государственные органы, все не только антимонопольные службы, подошли к тому, что это была уже стабильность, это была уже уверенность в завтрашнем дне. Как вот тот самый Советский Союз, о котором мы сегодня упоминали? Я бы сказал, что, наверное, даже лучше, потому что идеологическая составляющая исчезла полностью. То есть это свобода мысли, это свобода в выработке какого-то решения. Если раньше в государственных структурах действовала такая, что тебе сказал начальник, все исполняй, как ты хочешь, так и делай. Тут уже появился какой-то, в принципе, демократизм, по большому счету. А на дворе в 2009 году стоял очередной экономический кризис, насколько я помню. Но в строительной отрасли точно, и поэтому предприятие, на котором я работал уже, заказов не имел. Ну, то есть сама жизнь подвигла. Да, сама жизнь подвигла. А скажите, вот за эти 20 лет, вот сейчас все-таки срок небольшой, многие службы празднуют, и 80-летие, и 100-летие, да, есть такие. За эти 20 лет крепко уже служба, что называется, стала на ноги, и реальную помощь и населению, и предпринимателям, и организациям государственным может оказать? Служба стоит на ногах крепко. В любом случае, за то время, которое работает, я работаю в антимонопольном органе, я вижу, что она развивается, развивается достаточно серьезными шагами. Она свои полномочия подтверждает и реализует в достаточно большом спектре отношений в экономике, вплоть до того, что служба входит и содействует с сообществом антимонопольных органов мира. И там тоже развивается деятельность федеральной. Даже сейчас в условиях санкций? Даже сейчас в условиях санкций у нас есть государства, которые к нам относятся хорошо. Вот. И я вижу, что у службы есть и настрой на то, чтобы это дело продвигать. Я вижу, что люди к нам, в принципе, тянутся. То есть, существует такая ситуация, при которой хотелось бы, что, может быть, заявитель пошел в суд, но говорит, нет, я лучше к вам. Я лучше к вам. Сразу вспоминается, будьте у нас на колыне, милости просим. То есть, заявители видят в нас большую и, скажем, более эффективную меру для поддержания своих интересов, для защиты своих интересов, для развития конкуренции, для защиты от неправомерных действий власти, может быть, когда это случается, чем обратиться в суд. Кого сейчас ждете в вашем коллективе? Кто необходим? Можно ли выучиться? Задач много? В нашем регионе нет пока на сегодняшний день кафедры или какого-то отделения юридического направления или экономического направления, которые учат непосредственно специалистов антимонопольных органов. То есть, нету, да? Вот я знаю, что Росреестр тот же готовит наши вузы специалистов. У вас нет. А нужно вообще, по-вашему? Вообще нужно, потому что в нескольких регионах кафедры такие организованы. Потом, есть определенный запрос по этому поводу. То есть, есть запрос, во-первых, от нас. Нам такие специалисты нужны. Они не узкопрофильные. Они узкой направленности с широким профилем, я бы так сказал. Потому что специалист, который осуществляет работу в сфере антимонопольного регулирования, именно вот антимонопольного регулирования, даже если возьмем работу с хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующие положения, он должен обладать знаниями не только в юриспруденции, не столько в юриспруденции, но еще и обладать знаниями, как это происходит в экономике. Потому что он же рассматривает отношения, которые сложились в сфере той или иной экономической деятельности, он должен понимать, о чем он будет писать. Надо видеть все вместе, всю картину вместе. Да. С точки зрения той темы, которая вам показалась интересной, допустим, сфера рекламы, специалист должен, по моему мнению, обладать не только юридическими знаниями, но и познаниями в сфере средств массовой информации. Это тоже в сфере, как реклама делается и как она распространяется. Потому что иногда встречаешь в прессе специальные какие-то публикации, посвященные рекламе, и вот она написана вплоть до того, что вот как делать не надо. Бывает такое. Встречаются в прессе или в ютубе так называемые, ну их кто как называет, инфо-цыгане, бизнес-тренеры, которые свои обучающие тренинги сводят к тому, как получить доминирующее положение на рынке. Тоже вот каждое слово смотришь, вроде бы как про нарушение он говорит. Поэтому должны разбираться в той иной сфере деятельности, которую собираются регулировать. Ну как-то вот это вот необходимо. Специализированные кафедры вот по этому направлению нет. Есть кафедры, по-моему, не по-моему, а есть. ГИМО занимаются, занимаются Вранхикс, специалисты, которые вышли из стен антимонопольной службы. Причем, поскольку эти вузы московские, это сотрудники высшего управленческого звена там преподают. Есть в МГФУИ, это институт юридический имени Кутафина в Москве. Прямо поседству стоит с зданием ФАСФ, соседнее здание. И в территориальных, на территориях тоже, на субъектах федерации есть. Но к вам из Москвы попадают специалисты или не доходят до нашей Тверской губернии? Приходится самим, что называется, воспитывать народ? Да, самим воспитывать. И поэтому, когда стало несколько лет назад проблема с кадрами все-таки на территории Российской Федерации возникать, в территориальных органах федеральной тимонопольной службы, были предприняты комплекс мер, потому что, во-первых, удержать, во-вторых, воспитать, в-третьих, как-то стандартизировать эту деятельность. Поэтому у нас есть определенные электронные сервисы, которые даже позволяют сотруднику, которые к нам приходят в первый раз, сразу же увидеть, чем он будет заниматься, какие нормативные акты, так называемый курс молодого бойца. За эти 15 лет на службе ФАС вы когда-то разочаровались в своей профессии? В профессии нет. Понимаете, в чем дело? Говорят, что у человека есть такой период, в течение которого он начинает анализировать свою предыдущую деятельность, сделать по ней выводы и приходит к мнению, заниматься им этим в дальнейшем или нет. Мне кажется, что именно на этом были основаны пятилетние планы, которые были введены в Советском Союзе. Пятилетку за 4 года. Да, поэтому у меня уже прошло практически 3 пятилетки и мнений таких нет. Отлично. И я тогда поздравляю вас и ваш коллектив с наступающим праздником. Желаю вам всего доброго и, главное, что успехов, что называется, труда на благо жителей Тверского региона. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. До свидания, уважаемые друзья. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня был Роман Прохоров, заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской области. В марте 2024 года службе исполняется ровно 20 лет. Всего доброго. Не болейте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова